В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Набережно-Челнинский автогигант КАМАЗ закупил более 500 роботов. Предприятие продолжает модернизацию производства. Так, автомобильные и двигательные заводы КАМАЗа уже получили 480 новых роботов. Еще 98 автоматизированных устройств направили на литейный и кузнечный цеха. По словам представителей автогиганта, в первую очередь новая техника направляется на те участки, где нагрузка наиболее высокая, а условия труда самые тяжелые. Уже запущено несколько роботов на двигательном и автомобильном заводах, а также на прессово-рамном производстве. Роботизированные ячейки стараются компоновать таким образом, чтобы роботы могли работать в команде, а в случае выхода одной машины из строя ее могла заменить другая. Стоит отметить, что на КАМАЗе, повышая автоматизацию производства, не планируют устраивать чистки среди живых работников. Сотрудникам будут повышать квалификацию, чтобы в результате вместе с роботами те выдавали еще более качественную продукцию. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на 1 миллион рублей за неисполнение собственного предписания. Новость сообщает ТАСС. Напомним, антимонопольщики уличили американскую компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений и сервисов, а также в ограничении конкуренции. В частности, это касается предустановленных программ на смартфонах и планшетах с операционной системой Android. Яндекс пожаловался, что Google препятствует установки сервисов от сторонних разработчиков. Проверка ФАСС подтвердила нарушения, и ведомство предписало Google устранить их путем корректировки договоров с производителями устройств. Однако ситуация, по мнению антимонопольщиков, не изменилась. В итоге Google оштрафовали на полмиллиарда рублей. Google, в свою очередь, решила оспорить санкции и одновременно попросила антимонопольную службу продлить сроки устранения нарушений. Представители ФАСС отказали американской компании в данной просьбе. В ведомстве считают, что Google просто уклоняется от исполнения предписания. В итоге к основному штрафу добавился еще один миллион, так сказать, за просрочку. В антимонопольной службе отметили, что санкции будут множиться до тех пор, пока Google не исполнит предписание. Между тем, в американской компании утверждают, что работают над исполнением предписания. В конце сентября компания оповестила пользователей в России о возможности замены стандартного Google на другой поисковик в браузере Chrome, а также поделилась с ними инструкция об удалении предустановленных гугловских приложений. Компания Samsung представила обновленную версию своего флагмана смартфона Galaxy S7 Edge. Первое, и, пожалуй, единственное, что бросается в глаза — это новый для линейки цвет «Голубой коралл». Ранее такое решение было доступно только для Galaxy Note 7, но мы все с вами знаем, какая судьба постигла этот девайс. Новый цвет оказался не у дел, и поэтому в Samsung решили добавить его в цветовую палитру S7 Edge. Кроме того, небольшие изменения претерпели и внутренности, был расширен диапазон поддерживаемых LTE-частот. В остальном же это прежний Galaxy S7 Edge, так что нынешним пользователям смартфона не стоит переживать, что их девайс устарел. Продажи стартуют в ближайшее время, однако лишь в отдельных регионах, в частности в Южной Корее и Сингапуре. Но на днях в сети всплыл снимок задней панели смартфона в новом цвете, где красуется логотип американского сотового оператора Verizon. Значит, выход обновленного Galaxy S7 Edge на другие рынки тоже не за горами. На этом все. Следующий выпуск смотрите уже завтра. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.